Иногда я думаю, что самым верным признаком того, что где-то во Вселенной существует разумная жизнь, является тот факт, что она никогда не пыталась связаться с нами. Человечество стремилось в космос с давних времен. Мы изобретали телескопы и ракеты на жидком топливе, запускали искусственные спутники, межпланетные станции и космические аппараты. 24 октября 1946 года с высоты 105 километров мы сделали первую фотографию нашего единственного дома – планеты Земля. А меньше чем через 4 месяца, 20 февраля 1947, в суборбитальный космический полет отправились первые животные – плодовые мушки, которые уже через 3 минуты и 10 секунд вернулись целыми и невредимыми. После них в космосе побывали обезьяны, собаки, черепахи, кролики, мыши, морские свинки, пауки, лягушки, улитки, рыбки и одна кошка. А 12 апреля 1961 с космодрома Байконур был произведен старт корабля «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту, что положило начало космической эры для человечества. Сегодня мы изучаем как Солнечную систему, так и то, что находится за ее пределами. И все это делается в том числе и для того, чтобы попытаться ответить на очень важный для человечества вопрос – «Одиноки ли мы во Вселенной?». Предлагаю сначала поговорить о важных этапах, приведших нас в космос, а потом обсудить книгу «Одиноки ли мы во Вселенной?». Если про космос и человечество вам слушать неинтересно, то сразу переходите на это время и посмотрите обзор на книгу. Про лайки, подписки и вот это вот все вы сами знаете. Поехали! Хронологию освоения космоса принято отсчитывать с 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. Но по сути это было лишь началом космической гонки, в то время как начало освоения космоса восходит к векам до нашей эры. Положение небесных тел интересовало уже первые известные нам цивилизации. Египетские астрономы были одними из первых, кто вел наблюдения звездного неба. Так, наиболее ранние упоминания названий астрономических объектов встречаются в текстах пирамид, древнейшем дошедшем до нас произведении египетской религиозной литературы, датируемом периодом с 25 по 23 век до нашей эры. Некоторые сооружения и даже наскальные рисунки первобытных людей тоже истолковываются, как астрономические. Например, одна из теорий гласит, что Стоунхенш, построенный в период с 3000 по 2500 год до нашей эры, использовался как обсерватория каменного века. Ассирийцы, вавилоняне и египтяне уже 3000 лет назад знали карту звездного неба и определили годовой цикл в 364-365 дней. Жрецы из Вавилона открыли законы движения планет и могли предсказывать затмение. Они же выделили основные созвездия и зодиак. И, вероятно, именно в Вавилоне появилась семидневная неделя. Египетских астрономов высоко ценили греки, которые в изучении небесных тел продвинулись еще дальше. А название науки об изучении неба и звезд астрономии происходит от древнегреческих слов «звезда» и «закон». Древнегреческие астрономы, мыслители и математики занимались каталогизацией звезд вычислениями и наблюдениями и выдвинули аргументы в пользу сферической формы Земли. Они высчитывали ее окружность и расстояние до Солнца и Луны, излагали схемы движения планет и измеряли наклон земной оси. Они же предложили систему високосных годов, позже названную Юлианским календарем. Но, как и все первооткрыватели, греки совершали ошибки. Ведь они считали центром Вселенной Землю. Такое представление об устройстве мироздания называется геоцентрической системой мира. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. К тому же и среди греков были люди, утверждавшие, что Вселенная геоцентрична. То есть центральным небесным телом является Солнце, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты. Однако в то время геоцентрическая система мира была сочтена неправдоподобной. Что бы ни думали древние греки, но со временем поддерживать геоцентрическую модель становилось все труднее. Например, польский астроном Николай Коперник заметил, что его расчеты и наблюдения за планетами имели наилучший смысл, когда он помещал Землю и Луну между Венерой и Марсом. Теперь Солнце находилось в центре Солнечной системы, а Земля и другие планеты вращались вокруг него. Дальнейшее подтверждение геоцентрической модели пришло от Иоганна Кеплера, который разработал три закона движения планет, и наблюдений Галилео Галилея, который в 1609 году сконструировал один из первых телескопов. Об ученом и его исследованиях есть отличная книга «Галилей и отрицатели науки». Обязательно вам о ней расскажу. Сначала Галилею удалось добиться трехкратного увеличения, а со временем – тридцати двухкратного. И с помощью телескопа увидеть кратеры на Луне, спутниках Юпитера, некоторых звездах Млечного Пути и других небесных телах. В 1611 и 1668 годах немец Иоганн Кеплер и англичанин Исаак Ньютон, соответственно, представили миру свои версии телескопов. А несколько лет спустя, в 1686 году, Ньютон вывел свой знаменитый третий закон, который лег в основу принципа действия всех современных ракет. Сила действия равна силе противодействия. Хотя на самом деле ракеты появились задолго до этого. Их изобретение принадлежит Китаю и датируется примерно XIII веком. К тому времени в Поднебесной уже активно использовался порох. А первые ракеты были снарядами в виде бумажной трубки с пороховым зарядом. Китайцы использовали их для фейерверков и в сражениях. В начале XVIII века в Индии ракеты начали обшивать листовым железом. А в 1804 году английский солдат и изобретатель сэр Уильям Конгрив создал первую ракету Конгрива, которая позже была принята на вооружение английской армии и других армий мира. В то же время начались серьезные дискуссии о пригодности ракет для полетов в вакууме. В 1810 году британский математик Уильям Мур вывел уравнение для идеальной ракеты, которое три года спустя он подробно изложил в трактате о принципах ракетной механики. В начале XX века это же уравнение было независимо выведено русским ученым Константином Циолковским и американским физиком-инженером Робертом Годдардом. Первому достались лавры изобретателя уравнения. Оно было названо в его честь, а второй известен как изобретатель ракеты. В 1926 году Годдарду удалось построить и запустить первую в мире многоступенчатую ракету на жидком топливе. Она поднялась на высоту аж трех километров, но все еще была очень далека от космоса. Установлено, что граница между атмосферой Земли и космосом проходит на высоте 100 километров над уровнем моря. Она называется линией Кармана по имени ученого Теодора фон Кармана, который первым определил, что примерно на этой высоте атмосфера становится настолько разреженной, что наша аэродинамическая авиация становится невозможной. Впервые линия Кармана была преодолена в 1944 году баллистической ракетой Фау-2, изобретенной немецким инженером Вернером фон Брауном. Вермахт возлагал на Фау-2 большие надежды. Ракеты нанесли значительный ущерб европейским городам, но, к счастью, не смогли переломить ход войны. После победы над Гитлером ракета в качестве трофея досталась СССР и США. На базе Фау-2 страны создали свои баллистические, а затем и космические ракеты. По мнению историка освоения космоса и куратора Лондонского музея космических технологий Дуга Милларда, все достижения в освоении космоса были сделаны на основе технологий Фау-2. До начала космических полетов оставалось 12 лет. 4 октября 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Он состоял из небольшой металлической сферы с четырьмя антеннами. У него не было датчиков или научных приборов. Однако слежение за спутником и распространение его радиосигналов дали ценную научную информацию о верхних слоях атмосферы и ионосферы. А 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества на космическом корабле «Восток-1» Землю облетел Юрий Гагарин. Переоценить значимость этого события невозможно, ведь впервые в истории человек разорвал земные оковы. Полет Гагарина занял 108 минут, после чего первый в мире космонавт благополучно вернулся на Землю. Тогда Юрию Алексеевичу было всего 27 лет. К сожалению, в 1968 году во время военного тренировочного полета он погибнет и не увидит высадку на Луну. Вскоре после Гагарина в космосе побывал американец Алан Шепард. Правда, только на суборбитальной орбите. Его полет был намного короче, всего 15 минут. Но Шепард доказал, что человек может в невесомости управлять полетом, в то время как полет Гагарина был автоматизированным. Через несколько лет, 18 марта 1965, случилось еще одно важнейшее событие. Второй пилот космического корабля «Восток-2» Алексей Архипович Леонов осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут. А 21 декабря 1968 года был запущен Аполлон-8, с которым человек отправился дальше, чем когда-либо прежде, совершив полет вокруг Луны и вернувшись на Землю. Впервые мы увидели темную сторону Луны и Землю издалека. В канун Рождества съемочная группа отправила домой культовый снимок нашей планеты. Драгоценная голубая точка в черноте космоса, с пустынной поверхностью Луны на переднем плане, на которую 21 июля 1969 года ступит первый человек, американский астронавт Нил Армстронг, к которому через 15 минут присоединится коллега Эдвин Бас Олдрин. Они провели на поверхности Луны 21 час 36 минут и 21 секунду. Установили в месте посадки флаг США, собрали чуть больше 21 килограмма образцов лунного грунта и благополучно вернулись на Землю. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, произнес ставшие знаменитыми слова Нил Армстронг. И, конечно, был прав. До 1972 года НАСА осуществило 6 высадок на Луну. На ее поверхности побывало 12 человек. Потом начались отправки космических аппаратов на другие планеты. Так, 20 июля 1976 года после 10-месячного путешествия на поверхности Марса приземлился Викинг-1. Сегодня на орбитах вокруг Красной планеты работают 8 искусственных спутников, а на ее поверхности находятся 4 автоматические станции. Все марсианские спускаемые аппараты и роверы оснащены биологическими датчиками. Однако ни один из них не обнаружил явных признаков того, что на Красной планете когда-то была жизнь. С конца 1998 года многими странами используется Международная космическая станция, которая является пригодным для жизни искусственным спутником Земли. МКС постоянно обитаема с момента прибытия первого экипажа-резидента в ноябре 2000 года. Она служит исследовательской лабораторией для широкого спектра областей науки – биологии, космической медицины, астрономии, физики, астробиологии и других. Одна из главных целей станции – это выяснить, осуществимы ли длительные полеты человека в космос и его колонизация. Когда-то освоение космоса было прерогативой государств, но теперь все изменилось, и сегодня космические путешествия в развлекательных или деловых целях предлагают частные компании. На данный момент это заповедник для сверхбогатых. Например, в 2001 году первый космический турист Дэнис Тита заплатил за билет на МКС туда и обратно 20 миллионов долларов. Но ожидается, что как только космический туризм наберет обороты, цены упадут. Что ж, подождем. Маленькая голубая точка среди огромной необитаемой вселенной. Наша прекрасная планета, на которой зародилась жизнь. Такая одна или на других планетах жизнь тоже может существовать. Эта загадка вдохновляла людей как на невероятные научные достижения, так и на сомнительные фильмы. А в сборнике «Одиноки ли мы во вселенной» группа экспертов объединила усилия, чтобы выяснить, что мы знаем, чего не знаем, и что мы могли бы надеяться определить о возможности жизни на других планетах. Редактор книги, физик-теоретик и популяризатор науки Джим Аль-Халили собрал под одной обложкой 19 коротких эссе, написанных одними из лучших ученых и мыслителей наших дней. Среди которых астрофизики, генетики, астробиологи, математики и психологи. Причем они не просто делятся мыслями о том, есть ли жизнь где-то там. Большая часть книги посвящена рассмотрению научных вопросов. Например, изучению экзопланет, происхождению жизни и тому, в каких формах она может существовать. Что мне очень понравилось, так это то, что не были забыты такие важные вопросы, как образы инопланетян в литературе и кинематографе. Так что рядом с заумной главой нейробиолога Ани Лассета, исследующего возможную природу инопланетного сознания, есть главы об НЛО и психологии, похищенных инопланетянами. И если инопланетяне из книг о фантастики кажутся вам странными, то реальность, по мнению ученых, может быть еще страннее. Например, британский ученый и директор Института астрономии Мартин Рис предполагает, что если мы и встретим внеземную жизнь, то она, вероятно, не будет органической. Еще мне понравилось, что в книге представлен не только оптимистичный взгляд. Огромные размеры Вселенной и быстрая эволюция жизни на Земле делают зарождение жизни на других планетах, казалось бы, возможным. Однако так считают не все ученые. Например, в своем эссе физик и астробиолог Пол Дэвис утверждает, что пока все свидетельства указывают на то, что жизнь на Земле возникла всего один раз. Значит, запустить этот процесс не так-то просто. Я бы даже сказала, очень сложно. А чтобы цивилизация достигла такого прогресса, чтобы сообщить о себе, так тем более. Проблема еще и в том, что мы не знаем, как жизнь вообще зародилась. Как на голом куске скалы, вращающемся вокруг довольно заурядной звезды в тихой заводе ничем не примечательной галактики, возникла сложная разумная жизнь. Жизнь, способная задавать вопрос о существовании другой разумной цивилизации. В общем, здорово, что в книге представлены разные точки зрения. В главах поочередно выдвигаются доказательства как простоты зарождения жизни, так и сложности этого процесса. В итоге читателю предстоит самостоятельно решить, какой подход ему ближе. И существует ли инопланетная жизнь? А если да, то в какой форме? Одинокий ли мы во Вселенной отправляет нас в увлекательное путешествие от Марса к спутнику Юпитера, Европе. И еще дальше, к недавно открытым мирам за пределами Солнечной системы. Исследуя возможные места обитания инопланетной жизни, а также кратко описывая технологии, разрабатываемые для исследования планет. Собранные эссе представляют собой очень интересный, многосторонний и неоднозначный взгляд на вопрос о существовании внеземной жизни и наших перспектив ее обнаружить. Это очень хорошая книга, которую, несмотря на поднятую тему, легко читать. Она охватывает основные темы и обобщает научные взгляды на существование инопланетной жизни. Конечно, кажется невероятным, что в огромной Вселенной мы являемся единственной развитой цивилизацией. Но дело в том, что после десятилетий поисков мы так и не услышали никаких сигналов, не увидели никаких инопланетных сооружений, не заметили ни малейшего намека на цивилизацию, разумную или иную, за пределами земной атмосферы. Если же кто-то там есть, то он держится довольно тихо, что заставляет вспомнить теорию темного леса, отлично описанную в потрясающей трилогии Люци Синя. В ней космос сравнивается с непроходимым лесом, а внеземные цивилизации с охотниками, которые прячутся за деревьями. Эти охотники бесшумные и непредсказуемые. Они могут быть доброжелательными или агрессивными, но заранее узнать, несет ли какой-то из них угрозу, невозможно. На кону буквально все. Ваша жизнь, планета и цивилизация. Поэтому самый безопасный вариант – это сначала стрелять, а уже потом задавать вопросы. Самый безопасный вариант – это уничтожить другую форму жизни, прежде чем у нее появится шанс сделать то же самое. Это приводит нас к еще одному ряду заставляющих задуматься вопросов. Разумная жизнь настолько маловероятна, что она зародилась всего один раз на нашей планете? Или же инопланетяне хранят молчание, потому что не знают, чего от нас ожидать? Да к тому же, а зачем мы нужны инопланетянам? Если они могут преодолеть безграничное космическое пространство, значит достигли такого уровня развития, который нам пока и не снился. И что же они увидят? Жестоких дикарей, которые уничтожают друг друга и собственную планету? Которые рубят сук, на котором сидят? Ведь состояние планеты Земля вряд ли станет хорошей рекламой нашего уважения к жизни. Ну и зачем им с нами общаться? А нам с ними зачем? Зачем нам знакомство с другой цивилизацией, когда мы со своей-то разобраться не можем? В общем, как бы то ни было, жизнь на Земле невероятна, немыслимо особенная. Иногда нужно напоминать себе об этом, читая такие книги и задаваясь вопросом – одиноки ли мы во Вселенной? Прикоснитесь к этому чуду не только потому, что сегодня особенный день в истории человечества, а потому что мы то, что мы читаем. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok